За мест детячей пляцовки у дворы скоразный проезд. Жахары дома номер 19 по улице генерала Ивановского в Витебску бьют с трывогу. Их подъезды выходят на дорогу, что небеспечно. Люди выказывают обурение, как можно было узгоднить проект жилого дома со скоразным проездом. Их звороты у розные инстанции города, по куль не дали становчиха вынику. Жахары звернулись на горячую линию телерадиокомпании Витебск. У ситуации разбирались наши корреспонденты. Дому номер 19 по улице генерала Ивановского полтора года. Кватеры тут побудовали переважно молодые семьи. Однако радость новоселля худка изменилась за непокоенностью. Проезд перед домом запроектованный, как скоразный. По им будуть рухаться автомобили до магазину, яке разместятся в шмат поверховом доме, что побудовали побач. Постоянный автомобильный рух праздвор – это у первую чергу небеспека детям. А их у новобудовли больше за полторы сотни. Ни площадки детской у нас нет, и более того, собираются сделать наш двор проездным. А так как в нашем доме много детей, это для детей небезопасно. И знаете, мы должны сделать все возможное, чтобы нашим деткам было безопасно играть. А выбегать сразу на проезжую часть – это довольно небезопасно. Два коллективных обращения жильцы подписывали. Обращались в УКС, в областной УКС, обращались в горосполком и обращались в Пермайскую администрацию. Ответ был от УКС, что у нас по проекту, все согласно проекту. И изменения – это все утверждено, и никаких изменений мы взялись не будем. Такие шлезы нападкают же хоров дома номер 20 по улице Баграмяна. Для их подъездов проектом так само продуглежен и скоростный проезд, как извяжет три домы. Дом наш строился год назад, и УКС предлагал этот дом дальше от дороги. И дороже был даже квадрат. Мы все брали этот дом за счет того, что нас обезопасивали, что далеко от дороги. А в итоге сейчас проезжая часть. Также нет детской площадки, ни песочниц, ни качель. Там площадку построили только 12+. Все, детям маленьким гулять негде. Жихары с надеей имкнутся знайсти оптимальный выход с этой непростой ситуации. Свое решение я не пропоновали заказчику проекта. Просто немного сместить заезд с стороны костела в сторону нашего дома. Сделать дополнительный заезд отдельно к высотному дому. Я думаю, вот этот вопрос бы решил вопросы нашего дома и Баграмяна 20 дома по отдельному заезду. А тут предоставить просто за моей спиной возле желтого забора сделать просто тупик. Градить там кумбы или бордюром. Ты мне меж до меркования уже хоров не прислухалися. Во управлении капитального будовництва города Витебска поведомили, что просьбу об ликвидации скоростного проезда головный проектировщик этого микрорайона не задоволил. После того, как нам поступило коллективное обращение граждан, мы написали письмо на наш проектный институт, который проектировал нам этот микрорайон с просьбой о ликвидации сквозного проезда. Но нами был получен ответ, что по градостроительным нормам, по градостроительному ТКП мы не имеем права ликвидировать этот проезд. Обусловлено это тем, что если у нас сквозной проезд более 150 метров, то он обязан выйти на две проезжих части, что связывает улицу Генераловановскую и улицу Баграмяна. Безпека детей – серьезный аргумент. Махчима деляг этого можно было бы пойти на унесение изменений у проект лечать батьки же хары нового удовли. Избираются отстоивать свои интересы у высшейших инстанциях. Инна Кириенкова, Олег Черняк, Новины, Витебск.